Женщина Хадиджа, бент Хуэйлид Это женщина из знатных представителей Курайшитов Она имела особое знатное происхождение И все знатных людей Мекки, они желали, мечтали, чтобы жениться на Хадиджу Она была известна своей нравственностью, своими хорошими качествами Она услышала о пророке С.А. И она предложила ему, чтобы он занимался торговлей То есть ее имущество, которое у нее было, чтобы он занимался торговлей посредством этого имущества Пророк А.С. согласился вести ее торговлю И он отправился в Шам, чтобы вести торговые дела при помощи ее средств. И вернулся оттуда пророк Алейхиссаратул Салам, получив прибыль. Хадиджи спросила людей о том, как вел себя пророк Алейхиссаратул Салам, о его качествах, как он к здоровьям проявил время этого путешествия. И она предложила ему жениться на ней. Пророк Алейхиссаратул Салам посватился к ней через ее опекуна. И она была первой женой, на которой женился посланник Аллаха Саламу Алейхиссаратул Саламу. Ей было 40 лет. Пророку же тогда было, Саламу Алейхиссаратул Саламу, 25 лет. Пророк Алейхиссаратул Салам не брал другой жены, пока он был женат на Хадиджи. Хадиджи, рада Аллаху Алейхиссаратул Салам, она никогда не обижала Пророк Алейхиссаратул Саламу, не досаждала ему. И Пророк Алейхиссаратул Салам обрадовал ее тем, что будет для нее дом в раю. Все дети Пророка Алейхиссаратул Салам рождены от Хадиджи, да будет доволен я ее Аллах. Кроме его сына Ибрагима, который родился от Марии. Что касается детей Пророка Алейхиссаратул Салам, то это Касим. И именно по имени этого сына называли его Абу Касим. Вот это Куния Абу Касим называется так, такой Куния может только имя Пророка Алейхиссаратул Салам, это его особенность. Второй ребенок его Ибрагим. Во Абдуллах. И говорят про Абдуллах также его имя другое, Тайб и Тахир. Дальше Фатима. Во Зейна. Во Рукая. Во Мукальзу. Наам. Вот это дети посланника Аллаха Саламу. Все дети Пророка Алейхиссаратул Салам умерли при его жизни. Кроме Фатимы, которая умерла через 6 месяцев после смерти Пророка Алейхиссаратул Салам.